Авиакомпания Силы выплатит денежные компенсации пассажирам аварийно севшего Ан-28. Самолёт сибирской лёгкой авиации пропал с радаров в пятницу вечером в Бокчарском районе. Воздушное судно выполняло пассажирский рейс из города Кедровый в Томск. Позже в главный координационный центр единой системы авиационно-космического поиска поступила информация о срабатывании аварийного маяка на самолёте в 160 километрах от Колпашева. На поиск пропавшего борта были направлены вертолётами-8. Через несколько часов люди и самолёт были обнаружены в 70 километрах от города Кедровый. Ан-28 совершил жёсткую посадку в лесном массиве в Бокчарском районе. У самолёта отказали оба двигателя. На борту находились 18 человек, в том числе и дети. Все пассажиры и члены экипажа живы. 12 человек были доставлены на вертолёте в Томск. Ещё шесть предпочли добраться до областного центра наземным транспортом. В результате жёсткой посадки пострадали 11 человек. 9 из них были отпущены с рекомендациями для амбулаторного наблюдения. Два человека госпитализированы в Томскую областную клиническую больницу. Пилот с травмой ноги был доставлен в отделение травматологии. Девушка 2003 года рождения с отрясением мозга госпитализирована в отделении нейрохирургии. По факту исчезновения самолёта Ан-28 с радаров было возбуждено уголовное дело по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Расследованием причин происшествия занимаются Федеральное агентство воздушного транспорта, Межгосударственный авиационный комитет, следственные органы и прокуратура. Как сообщают СМИ со ссылкой на руководство авиакомпании «Сила», авиаперевозчик выплатит пассажирам судна по 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.